Намаскар! Приветствую вас и предлагаю сегодня провести очередное занятие, очередную практику. С телекоприкем усаживаемся, настраиваемся и приступаем. Итак, традиционно перед занятием мы даем себе некоторое время, несколько минут или хотя бы несколько секунд, чтобы отключиться от посторонних дел, поставить все мысли, не относящиеся к нашей практике, на паузу и позволить себе сосредоточиться на собственном теле, на ощущениях в нем, на своем дыхании. И мы стремимся эту концентрацию сохранять всю практику до шавасаны, включая шавасану, через полное йоговское дыхание мы еще лучше настраиваемся, переходим к процессу. Определитесь, свободно ли ваше дыхание сегодня, дышит ли ваш нос, можно сделать попеременную пранаяму. Давайте левую ноздрю закроем, подышим только правой. Меняем сторону, закрываем правую, дышим левой. И возвращаем руку на колено, полный глубокий вдох. На выдохе открываем глаза, оставляем живот, мышцы тазового дна в тонусе, мула и удьяна-бандха. И переходим к разминке, открытый замок ладошки на лоб. Мне хочется сегодня провести практику более мягкую, нежели предыдущую. Что-то в последнее время мы жестили с интенсивом. Сегодня очень хочется поработать со скрутками, с боковыми наклонами, со сгибаниями вперед. То есть сделать акцент на детокс, на массаж внутренних органов. Переносим замок на затылок и на подвижность позвоночника именно в этих направлениях. Работать, я так думаю, мы будем сегодня в спокойном, таком плавном темпе. И обязательно понаблюдайте за собой, как вам такая практика по сравнению с привычными интенсивами. Я думаю, что очень должна хорошо зайти. Хорошо, мы надавили руками на лоб и на затылок. И теперь подныриваем. Один, два, расшевеливаем шею. Три, четыре, пять. И сейчас мало амплитудное движение назад-вперед. А теперь обратное движение подбородком груди более амплитудное. Один, два, три, четыре, пять. И еще раз мало амплитудное движение. Мы как бы сравниваем большую амплитуду и малую амплитуду. И как это отражается на ощущениях. Лицо вперед, затылок назад. Лицо вперед, затылок назад. И еще. Угу, хорошо. И теперь правая рука на правый висок. Шея в нейтральном положении. У нас идет обоюдное сопротивление. Левая рука на левый висок. Надавили с двух сторон. Включили мы в сшеи. И теперь глубокие скрутки. Повороты головы справа-влево. В медленном темпе, но в большой амплитуде. То есть поворачиваемся, насколько получается взглядом. Смотрим за плечо, усиливаем поворот головы, усиливаем глубину скрутки. Хотя бы по пять движений на каждую сторону нужно сделать. Отлично. И теперь мало амплитудные движения. Они в быстром темпе у нас идут, но очень маленькая амплитуда. Такой китайский балванчик. Ну и теперь поработаем с боковыми сторонами. Здесь динамику делать не будем. Здесь сразу статика. Наклон влево. Правое ухо тянем к потолку. Правое плечо к полу. До максимальных ощущений пол боковой стороны. Шеи с правой стороны. Потянули, 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 потянули. И подбородком прокатываемся по грудной клетке. И в другую сторону. Левое ухо к потолку. Левое плечо к полу. Тянем, тянем, тянем. И подбородок в грудной клетке. И несколько переходов еще. Несколько переходов. Когда голова в наклоне. Тянем боковую сторону шеи. Хорошо. Аккуратно разгибаем шею. И малоамплитудное движение. Покачать головой. Понаблюдать. Что с шеей. Как в целом ощущения. Кончики пальцев, рук на плечи. Хорошее вращение в плечевом суставе. Локти вперед. Двигаем их. Стараемся локти выше поднимать. Движение в суставе, в плечевом. Делать настолько, насколько это возможно. В обратную сторону. Поднимаем руки над головой. Разворачиваем ладошки к потолку. Плечи вверх, плечи вниз. Плечи вверх, плечи вниз. Еще. Старайтесь локти особенно здесь не задействовать. Плечи, лопатки вверх, вниз. Вверх, вниз. С усилием. И вращение. Опускаем плечи вниз. Вращаем назад. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И вперед. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И замок на затылок. Теперь мы чередуем постизометрию. У нас то преобладает сила за головой, то за руками. Делаем прогибы и делаем сгибания. Итак. А. И еще соединяемся с дыханием. Со вдохом. То есть здесь есть синхронизация. С вдохом мы делаем прогиб. Разворачиваем локти в стороны. Головой давим на руки. И центр грудной клетки подаем вперед. А с выдохом руками давим на голову. Сгибаем шею. Разводим лопатки. И локти вперед. Вдох. Надавили головой до руки. Прогнулись. Выдох. Медленное дыхание. И движение не только в шее, но и в позвоночнике. Вдох. Выдох. И продолжаем. Еще пять. Локти стараемся на вдохе в стороны разводить. Четыре. Три. Два. Один. Выпрямляем спину. Руки на колени. Вращаем плечами назад. Подключаем к движению лопатки. Грудную клетку. Хорошие такие движения. Более амплитудные, чем когда руки соединены над головой. И вперед. Теперь похожие движения. Руки в стороны. Пальцы на руках. Растопыриваем, напрягаем. И вращение рук наружу. Прогиб. Вдох. Шею тоже подключаем. Вовнутрь. Выдох. Шею сгибаем. Спину округляем. Вдох. Раскрылись. Потянулись. Выдох. И еще вдох. Тело в тонусе. Открываемся. Стараемся. Уже чувствуем, что тепло поделось по телу. Уже включается наша симпатическая нервная система. Мы немножечко просыпаемся. Ободримся. Потягиваемся. Еще вдох. И вдох. Крячем ваши пальцы в кулаки. Сгибаем локти. Соединяем предплечье. И на вдохе опять. Вдох. Раскрылись. Выдох. Закрылись. Вдох. Свели лопатки. Прогнулись. Выдох. То же самое с шеей. Еще пять. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. И снова возвращаемся к шее. Подбородок на грудь. Прокатываем голову к плечам. Не слышим. Несколько априкатов в одну. В другую сторону. Раскрепощаем шею. Все-таки мы сейчас делали серию сгибаний. Прогибов. И вот легкое напряжение. Если вдруг оно образовалось. Мы его сейчас сбрасываем. Раскрепощаем. Хорошо. Потихонечку заканчиваем работать шеи. И переходим к остальному позвоночнику вращения. Теперь по корпусу. Тоже движения плавные. Глубина. Амплитуда такая, которая приятна. Можно делать малоамплитудные движения. Но почувствовать позвоночник. Свои мышцы спины. Отлично. Хорошо. Меняем направление в другую сторону. Дыхание спокойное. Один медленный дыхательный цикл. Его хватает на одно движение. Один круг. И давайте поработаем с боковыми линиями. Пойдем. Начнем работать с ними. Левая рука на пол. Правая рука в диагональ. Взгляд из-под правого плеча. Правую гадису прижимаем к полу. Смотрим на потолок. Остаемся здесь в статике. Дышь спокойно. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь добавляем динамику. На вдохе разворачиваем грудь к потолку. Рукой тянемся за голову. С выдохом разворачиваем грудь к полу. И рукой тянемся вперед. Прям тянемся. Не просто руку как-то подаем. А работаем на вытяжение. И продолжаем еще вдох. Выдох. 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 И еще пять. Четыре. Три. Два. Один. Вдох. Раскрылись. Прогнулись. Выдох. Потянулись. Вдох. Центр. Выдох. Диагональный наклон. Вправо. Тянем левый бок. Фиксируем себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И динамика. Восемь дыханий. Вдох. Развернулись. Развернулись грудью. Рукой за голову. Выдох. Ручку. Рукой вперед. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. И еще пять. Четыре. Три. Два. Один. Вдох. Садимся. Центр. Руки на затылок. Чуть-чуть давим головой на руки. Не даем себе сгибать ше, локти в стороны. Делаем боковые наклоны по 8 движений на каждую сторону. В динамике вдох в одну сторону, выдох в другую. И с каждым разом пробуем чуть глубже уходить. Желательно тянуть локоть к полу. То есть при возможности касаться одним локтем пола, а смотреть на локоть верхний. Поехали. Вдох. Выдох. Два. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И поднимаем руки снова над головой, разворачиваем опять ладони к потолку. Плечевые кости параллельно ушам. Пойдем работать со скрутками. Поворот вправо, поворот влево. Тут тоже малоамплитудный, в принципе, скрутчик. Поэтому синхронизируем дыхание. Выдох в одну сторону, выдох в другую. Еще пять. Четыре. Три. Два. Один. Руки вытягиваем перед собой и углубляем скрутки. Натягиваем наш лук. Вдох. Уже не длиннее движения. Выдох. Скрутка влево. Вдох. Выдох. Добавляем шею. Смотрим на локоть. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Еще. И еще по разу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Вытягиваем ноги. Немножко сбросить с них напряжение. Немножко раскрепощаем. И долго сидели. Лут отдержали. Шевелим пальчиками. Вытягиваем руки. Расшевеливаем пальцы. Положение дандасана. Спина прямая. Живот подтянут. Стоп по ладони. На себя. От себя. Мелкие суставы. Запястья. Голеностоп. Вращаем стопами. Кистями. Держим спинку. Она у нас здесь тоже укрепляется. Тоже получается свою работу в другую сторону. Отлично. Динамически. Упражнение стопы параллельно друг к другу. Бедра параллельно друг к другу. Руки пока за спину. Ноги в одну сторону коленами. Ноги в другую. Тоже знакомое вам, скорее всего, упражнение. Много где я даю его. Оно очень хорошее. Очень полезное. Для тазобедренных. Для органов малого таза. Тут усиливается кровоснабжение в этой зоне. Вы сами чувствуете, какой массаж ягодиц идет. Прямо можно как следует мягкое место пронять. И это, в общем-то, очень полезно. Но следим, чтобы не было боли в пояснице. Так как здесь есть определенная скрутка. Также в поясничном отделе. Если вам легко, если вы можете себе позволить сидеть ровно, не заваливаясь корпусом назад, то руки в стороны и продолжаем. При этом старайтесь, старайтесь держать контроль. За своим местом не двигаться вперед. То есть поднятую ягодицу возвращать на то же место, не шагая вперед. Контролировать этот момент. В этом может быть определенная сложность. Но все возможно, все доступно. Хорошо. Заканчиваем симметричное движение. Теперь изолировано с правой ногой. Левая стоит, ее мы не трогаем. Работаем правой на отведение. Соответственно, разворачиваем правую ногу на внешнюю сторону стопы. Колено кнаружи. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А теперь внутренняя ротация. Один. Можно придерживаться руками за пол. Можно чуть-чуть сдвинуть ногу, чтобы было место для того, чтобы касаться коленом пула. Три. Четыре. Десять. 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 Работаем с левой ногой на отведение. Один. Стараемся дотягивать бедро до пола. Два. Три. Правая сейчас не участвует в движении. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И внутреннее вращение. Один. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Хорошо. Облокачиваемся на предплечье. Удерживаем поясницу вытянутой. И немножко поедем на велосипеде. Ножечко. Поработаем со сгибаниями. Причем заметьте, что здесь не только речь о тазобедренных, да, работа не только в тазобедренных, но также колени, также голеностоп. И немного вращения наружу, чтобы эту подвижность вспомнить, восстановить и во внутреннее вращение. Отлично. Хорошо. Когда мы в такой позе находимся, мы не даем себе запрокидывать голову. На крайний случай, если тяжело на предплечьях, можно лечь и придерживать поясницу в вытянутом положении и не прогибаться. Окей. Переходим в положение кошки. Ладони под плечами, колени под позабедренными. С обдохом прогибаемся. С выдохом округляем спину. Вдох хороший прогиб. Выдох. Еще три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять. И продолжаем в такой же динамике. Теперь со скрутками. С правой руки выдох. С правой рукой на пол. Выдох. Пальцы в сторону. Выдох. Левая. Выдох. 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 Если все хорошо, добавляем движение разноименной ноги. То есть поднимая правую руку, мы ставим левую ногу на носок. И можем скрутиться глубже с выдохом, колено и ладонь на место. Левая рука, правая нога на носок. Выдох. Скручиваемся глубже. Выдох на место. Еще вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Правая рука, левая нога. Выдох. Вдох. Левая рука, правая нога. Выдох. А теперь статика. Мы можем остаться здесь или здесь. Или как вариант усложнения поднять левую ногу, согнуть ее в колени и сделать захват. Мы в этом случае смотрим на свою левую пятку, поднимаем дробь выше. То есть изворачиваем грудь хорошо в правую сторону. Фиксируем себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отпускаем левую ногу. Ставим ее или на колено, или на носок. И ныряем правой рукой под левое плечо. И выходим в париврит шашанкаса, но это может быть такой вариант, если вы колено не поднимали, или такой. Для супер продвинутых можно поднять оба колена, но только следим, чтобы все было нормально, хорошо. Держим баланс. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Если вы поднимали колени, возвращаем их мягко на пол. Возвращаемся в кошку и делаем скрутку в левую сторону. Левая рука вверх. Это минимум. Чуть сложнее. Правая нога на носочек. И более сложный вариант, это уже баланс во вьяграссе, не в позе тигра. И здесь мы еще смотрим на свою правую пятку. Бедро в уши. Один. Два. Грудь хорошо влево разворачиваем. Три. Четыре. Пять. И переходим в кролика. Ныряем левую руку под правое плечо. Накрываемся правой рукой. И здесь или ноги на коленях, или правая нога на носке, или оба колена поднимаем от пола. И держим баланс. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Коленки опускаем. Возвращаемся в кошку. Ладони под плечами. Вращение тазом. Также здесь есть вращение в коленных суставах, поэтому очень аккуратно. Здесь стоим тазом круг, овал над полом. И меняем направление в другую сторону. Два. Хорошо. Коленки чуть ввозь. Стопы вместе. Садимся на свои пятки. И выполняем боковые наклоны. Руки на затылок. Что-то такое мы уже сделали сегодня. Наклон вправо. Вдох. Наклон влево. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще по разу. Вдох. Выдох. Давайте последний вдох. Выдох. Отлично. Остаемся на пару дыхательных цепок в позе ребенка. Расслабляемся. Вытягиваем спину. Можно плавно, плавно, плавно потянуться руками вперед. Приподнять таз от пяток. Выйти в позу щенка. Добавить проезд. Добавить растяжку по плечам. И отсюда также плавно, спокойно переходим к собаку мордой вниз. Вытягиваем спину. Раскрепощаем шею. Несколько спокойных дыханий. Переносим внимание вперед. На вдохе шагом или прыжком переносим ноги к рукам. И перекладываем ладони на лодыжки или на середину голени. Линьяса. Артха. Утанасана. Вдох. Утанасана. По необходимости коленки сгибаем. И складываемся пополам, прижимая живот к бедрам. Выдох. Вдох. Вытянули спину. Выдох. Вышли в глубокий наклон. И еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Останемся в наклоне. Один. Два. Три. Четыре. Пять. За вдохом за руками поднимаемся. Выдох. Руки вдох тела. Идись. 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 Понимаете, я все пока мордой вниз. Вот у нас новый йога практик. Новый йога практик поспал и пришел в практиковать вместе с нами. Так что если вы на фоне будете слышать его подъездки, вы знаете, что наша компания увеличилась. Ну ладно, все, дорогой мой йога. Идите. Идите. Мы продолжим. Итак, из положения стоя мы сделаем также несколько упражнений, несколько асан. Это будут и балансы, и скрутки. Ну хорошо, продолжаем. Из положения стоя мы делаем шаг левой ногой назад, сохраняя таз закрытым. Положение как в паршиво-канасане. И делаем наклон до параллели с пол. Руки. Упор на голень. Но можно начать даже чуть полегче, упереться в бедро. Единственное, что сильно руками мы не давим на ногу, не заваливаемся на руки. Вес свой держим только на ногах. На руки не опираемся. И работаем в динамике со скрутками, постепенно по готовности углубляя свой наклон и переходя в форму более похожую на треугольники, на уцхита и парадита-триканасану. Итак, начинаем. Работаем с правой стороной, начинаем с левой руки. Вдох. Выдох вниз. Правая рука, вдох. Выдох вниз. Если готовы, чуть ниже руки спускаем. Вдох. Выдох вниз. Правая, вдох. Выдох вниз. Еще чуть ниже. Левая, вдох. Выдох вниз. Правая, вдох. Вниз. Еще чуть ниже. Если готовы, вдох. Разворачиваем грудь больше. Выдох. Вдох. Выдох. И теперь остаемся в статике. Максимальная глубина, если получается ладонь на стопе или даже на полу изнутри от стопы. Хорошо разворачиваем грудную клетку. Взгляд на левую ладонь. Фиксируем себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Очередной вдох. Опускаем левую руку на пол. Или на стопу, или на полень. Это обусловлено нашей растяжкой. Возможностью колена правая держать затянутым прямым. И с выдохом поднимаем правую руку. Скручиваемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Идем еще в одну скрутку. Сейчас ныряем правой рукой в окошечко между левой рукой и правой голенью. И дотягиваем, сделаем захват правой рукой за левую ногу, за лодыжку. А дальше пробуем скрутиться и выдвинуть из-под левого плеча на потолок. Паревита, просорита, податанасана. Остаемся здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И на вдохе поднимаемся. И на выдохе шаг левой ногой вперед. Все то же самое, на другую сторону. Отшагиваем правой ногой. Таз закрыт. Наклон. Корпус до параллели с полом. Начинаем с правой руки. Вдох. Выдох. Левая. Вдох. Выдох. Чуть ниже. Правая. Вдох. Выдох. Скручиваемся. Грудная клетка. Левая. Вдох. Выдох. Тут есть момент баланса, так что не падаем. Правая. Вдох. Выдох. Левая. Вдох. Выдох. Еще чуть ниже спускаемся. Правая. Вдох. Выдох. Левая. Вдох. Выдох. И теперь статика. Максимально глубокие наклонки. Линии затянутые. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Правая рука вниз. Выдох. Левая рука вверх. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Ныряем. Теперь левой рукой в окошку между левой голенью и правой рукой. И дотягиваемся до правой лодыжки голени. Скручиваясь. Выглядываем из-под правого плеча. Остаемся. Один. Скрутка с наклоном. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Вдох. Раскручиваем. Раскручиваемся. Встаем. С выдохом подшагиваем правой ногой вперед. Вдох. Вытяжение. Выдох. Наклон к ногам. Вдох. Вгляд вперед. С выдохом. Отшагиваем с планку. Четверанга. Можно ее делать с колен. Уртхвамукхашванасана с вдохом. И адхвамукхашванасана с выдохом. Несколько дыхательных циклов собаки мордой вниз. Вытягиваем спину. И теперь поработаем со следующей виньяцей. Итак. С вдохом мы делаем планку. С выдохом разворачивая пятки справа. Стопы справа. Ноги чуть в рост поставьте. Собаку мордой вниз. Причем стараемся толкать руками обоюдно. То есть не переносягясь тела ни на правую и на левую руку. Сталкиваем вес в ноги в собаке мордой вниз. И только разворачиваем стопы. То вправо, то влево. А руки включаем одинаково сильно. Вот за этим моментом пожалуйста следим. Итак. Планка. Вдох. Собака мордой вниз. Стопы вправо. Выдох. Снова планка. Вдох. Плечи на ладонями. Стопы влево. Выдох. Пятки влево. Выдох. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Выдох. И вдох. Выдох. Хорошо. Сейчас опускаем правое колено на пол. Левую стопу разворачиваем. Полностью прижимаем к полу внешний край. Левая рука в диагональ. Упор на правой стороне. Вытягиваем левый бок. Парик Хасана. Взгляд из-под левого плеча. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пробуем перейти отсюда в боковую планку. Подшагиваем правой ногой. И переходим к динамике. Если динамика слишком сложная для вас, тогда правое колено смещаем в левую сторону коврика. Вот таким вот образом. И наша динамика будет выглядеть таким образом. Вдох. Левая рука вперед. Таз выше. Выдох. Левая рука на левое. Бедро таз вниз. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Колено на полу. Вдох. Тут чуть-чуть полегче. Выдох. Но рука все равно работает. Вдох. И выдох. Хорошо. Возвращаемся в планку. Опускаем левое колено на пол. Разворачиваем правую стопу. И вытягиваем правую руку в диагональ. Растягивая правую сторону тела. Фиксируем себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в Асиштхас. Либо смещаем левое колено в правую сторону коврика. И поехали. Динамика работа. Вдох. Таз вверх. Выдох. Таз вниз. Вдох. Таз вверх. Выдох. Таз вниз. Еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И пятый раз. Выдох. И выдох. Возвращаемся в планку. Опускаем по линии на пол. И раскрепощаем лучезапястные. Дальше мы пойдем глубже. Будем добавлять усложнения. Но опять же, поскольку я обещала, что практика будет облегченная, плавная, спокойная, без каких-то чрезмерных нагрузок, вы можете эти напряжения не брать. Вы можете повторять виньясы. Подобным образом, как в прошлом сете. Сейчас все покажу. Все подробнее расскажу. Итак, в прошлый сет у нас был такой. Вдох. Планка. Выдох. Собака. Стопы в сторону. То вправо, то влево. Сейчас мы будем добавлять дополнительное дыхание. И если вам хочется включиться чуть сильнее, мы делаем в планке вдох. Четурангу. Выдох. Снова выжимаем себя в планку. Вдох. И собака мордой вниз. Ноги в стороны. Выдох. Если четуранги мы не делаем, но вообще не никакие не с колен. Никак. Мы делаем в планке вдох, выдох, вдох. И потом со следующим выдохом делаем собаку. То есть промежуточное дыхание добавляем еще в удержание артха-четурангу в положение планки. Сделаем всего ничего. Несколько раз. Сделаем по всего 6 собак. По 3 собаки на каждую сторону. Итак. Планка. Вдох. Если необходимо, коленки на пол. Четуранга. Выдох. Снова выжимаем себя в планку. Вдох. Собака мордой вниз. Стопы вправо. Выдох. Опять планка. Вдох. Четуранга. Выдох. Планка. Вдох. Собака мордой вниз. Стопы влево. Выдох. Планка. Вдох. Четуранга. Выдох. Планка. Вдох. Собака мордой вниз. Ноги вправо. Выдох. Планка. Вдох. Четуранга. Выдох. Планка. Вдох. Собака мордой вниз. Пятки влево. Выдох. Последний круг. Планка. Вдох. Если вы не жмите четурангу, здесь же выдох. Еще один вдох. Вдох, собака мордой вниз, пятки вправо, выдох. Планка, вдох, четуранка, выдох. Планка, вдох, собака мордой вниз, стопы влево, выдох. И выходим в обычную планку, опять опускаем правое колено на пол и опять выходим в парикасану. И теперь наша работа будет заключаться в следующем. Мы будем на вдохе разворачиваться грудью вверх, а на выдохе подныривать левой рукой под правую. Что-то похожее мы делали в части разминки, только теперь вот в этой форме. Тоже, если хочется нагрузки, можно делать это упражнение без упора на колено, а в боковой планке. Давайте сделаем три раза в парикасане и два раза в пользу боковой планки в усиленном формате. Итак, сам вдохом разворачиваемся грудью вверх, левой рукой тянемся за голову, с выдохом грудью к полу, левой рукой подныриваем под правую. Два, вдох, раскрылись, выдох. Три, вдох и выдох. И давайте еще два раза в боковой планке. Вдох, выдох и вдох. И выдох. Хорошо. Меняем сторону. Вдох. 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 Выдох. И силовой формат. Боковая планка. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Опускаем колени на пол. Раскрепощаем запястье. Успокаиваем дыхание по необходимости. И по готовности возвращаемся в Агатха, Мухашванасану, Сабаха, Морды вниз. Отлично. Хорошо. С очередным вдохом делаем шаг к правой ноге рука. Левую ногу разворачиваем параллельно заднему краю коврика. Вверх, хатрасана. Два. Остаемся в положении. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Руки на затылок в динамике. Наклон справа. Вдох. Наклон влево. Выдох. Не сгибая шею. То есть дотылком давим на ладони. Форма ног остается неизменной. Такая силовая поза, где вес распределен равномерно на две ноги. Вдох. Локтем можно поснуться бедра. Выдох. Другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Выдох. И теперь правое предплечье на бедро. Левая рука в диагональ. И по готовности усложняем. В качестве усложнения вытягиваем правую руку в диагональ. Остаемся. Взгляд из-под левого плеча. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Закрываем таз. Руки на пол. Левую ногу на носок. Левое колено на пол. Артха-хануманасана или артха-триканасана. Отдыхаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в санчаласану. По готовности. Можно оставить руки здесь. В таком пробежуточном варианте. Можно пойти дальше. Выйти в легкий прогиб. Руки за голову вести. Таз вперед и вниз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И теперь левая рука на пол. И мы вытягиваем правый бок взгляд из-под правого плеча. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Сейчас левая ладонь у нас направлена к полу. Нам нужно поднять руку ровно к потолку. Развернуть ладонь. Обратно. Левую руку вернуть на коврик. И выпрямляем правую ногу в колени. Возвращаемся в артха-хануманасана. Скрутка. Грудной отдел справа. Взгляд на правую ладонь. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Хорошо. Правую руку опускаем на пол. Вдох. Левое колено от пола. И с выдохом встаем на правую ногу. Скручиваемся. Париврита. Хаста подангушт хасана. Это легкий вариант. Это основной вариант. Захват за внешнюю сторону стопы. Скрутка влево. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И отсюда переходим в париврита артха-хануманасана. Тоже скрутка и тоже баланс. Левая рука на пол под плечо. Левая нога вверх. Грудная клетка. Справа. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правую ладонь опускаем на пол. Сгибаем правое колено. Широкий шаг. Левая нога назад. И руки забудем вовнутрь. Отсюда левая колена на пол. Если получается левый локоть на пол, правый локоть на пол. И мы вытягиваемся. Остаемся. Дышим. Один. Два. Поза ящерицы. Три. Если готова углублять правая рука ныряет под правое бедро и вводим ее в сторону. Левая также в сторону. И мы тянемся грудью к полу. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Возвращаем ладони на пол. Внимание. Правая рука снаружи. Левой ногой под шаг. Наклон. Тонасом. Расслабляемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая нога назад. Впереди. Широкий шаг. Правой ногой назад. Расслабляемся. И поднимаемся. Война. Два. Остаемся здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Работа в динамике с боковыми сторонами тела. Вдох. Наклон влево. Выдох. Наклон вправо. Вдох. Влево. Выдох. Вправо. Ноги свои формы не меняют. Еще вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И с очередным вдохом. Предплечье на бедро. Правая в диагональ. И выходим в силовую форму. Левая рука в диагональ. Ноги остались. Вытягиваем левый бок. Смотрим из-под правого плеча. Один. Два. Правая колена прямой. Внешний край правой стопы. Прижимаем к полу. Три. Четыре. Пять. Ладошки на пол. Правую ногу разворачиваем на носок. Опускаем колено на пол. И выходим в артха хануманасану. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Санчаласана. Вдох. По готовности ашва санчаласана. Выдох. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ноги остаются в этой же форме. Правая рука плод плечу за пределом коврика. Левая в диагональ. Левая ладонь к полу. Направлена в сторону пола. Один. Два. Грудная клетка вперед у нас направлена. Три. Четыре. Пять. Отсюда переходим в арт хануманасану со скруткой. Правую руку возвращаем на коврик под плечо. Разгибаем левую ногу в колени. И разворачиваясь за грудную клетку, разворачиваем левую ладонь в сторону. Но смотрим на левую ладонь. Вот с этого положения на это. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Хорошо. Отсюда. Переносим вес тела на левую ногу. Правое колено от пола. Переходим в баланс. Париврита хаста, потому что хасана. Скрутка вправо. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Париврита арт хачандрасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И широкий шаг. И даже еще больше подвигаем правую ногу дальше. Руки вовнутрь. Санчаласана. Руки на предплечье. Углубляемся. Опускаем таз ниже. Постепенно можем идти еще глубже. Левая рука под лево. И вдруг правая рука в сторону. И грудной клеткой тянемся к полу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Возвращаем ладони на коврик. Пододвигаем правое колено. И подшагиваем правую ногу вперед. Уттанасана. Расслабляем шею. Можно делать руки в локтевой захват. Если у вас глубокий наклон в ладони уже на полу. И потянуться предплечьями к полу. Отлично. Сгибаем ноги в коленях. Переходим в положение сидя. И продолжаем термонаклоны в пашчиматанасана. Вытягивая позвоночник. Утягивая переднюю сторону тела. Живот. Прижимаемся теперь корпусом к ногам. И еще наклон здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Приподнялись. Левой рукой захват за правую стопу. Если получается, не получается, за стопу выше. За лодыжку, за больно, даже под коленом. И скручиваемся с очередным вдохом вправо. Правая рука назад. Взгляд на правую ладонь. Остаемся здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И сейчас немножко развернем картинку в пространстве. Правая нога вверх. Левая рука на пол. Один. Немножечко распределили вес иначе. Два. И больше скрутки вправо. Три. Четыре. Пять. Плавно. Это важный момент. Возвращаемся в наклон. Правая рукой захват за левую ногу снаружи. Скрутка с отдохом влево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Поднимаем левую ногу. Как на качелях. Ладонь в пол. И больше толкаем руками пол. Больше скручиваемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаемся. Подтягиваем бедра к животу. Навасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ладоней в груди. Скрутка вправо. Коленки вместе. Ладошки вместе. Левым локтем цепляемся за правое колено. И руки у центра груди стараемся держать. Один. Два. Хорошая скрутка вправо. Три. Четыре. Пять. Выдох. Вытянули руки. Выдох. Скрутка влево. Правым локтем за левое колено. Ладони у середины грудной клетки. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вышли из скрутки. Адхана. Вассана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отдыхаем. Бедра подтягиваем к животу. Малоамплитудные перекаты на пояснице. И постепенно усиливаем эти перекаты. И дотягиваемся бедрами до пола. При этом стремимся прижимать колени друг к другу, бедра к животу. И по готовности и по желанию добавляем силовой акцент. Динамическая джатхара париватанасана. Разгибаем ноги в коленях. И вот так вот в динамике подтягиваем стопы к ладони. Но не бросаем ноги на пол. Не касаемся ногами пола. Только вправо коснулись. Может быть ладони влево. Плечи прижаты. Право и лево. Следим, что дыхание не сбивается. Все комфортно. Все хорошо. И постепенно завершаем скрутки. Малоамплитудные движения теперь на разгибание. Несколько динамических полумостиков. Продолжаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. С каждым вдохом. Стараемся прогибаться чуть глубже, но в пределах своей комфортной зоны. Не переходим в напряжение и уж тем более в болезненность. Отлично. И остаемся с очередным вдохом. На дальше. На дыхание. Статика. Один. Ноги сильные. Бедра параллельно друг к другу. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в випарита карани мудро. Подкладываем ладони под поясницу. Стягиваем локти уже. Если глубины прогиба недостаточно, можно выполнять пассивный вариант. Подложить под поясницу, например, кирпичи. И аккуратненько выходим вот в это положение. Випарита карани. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отсюда плавно уводим ноги за голову и меняем положение рук на такое положение, как сарвангас. И не поддерживаем поясницу, не заламывая лучезапясные. И выходим, собственно, в стойку на плечах. И еще один. Два. Три. Четыре. Пять. И сейчас попробуем делать эту позу со скруткой. Разворачиваем таз вправо. Правая ладонь удерживает поясницу. Левую руку вытягиваем по коврику. И больше скрутки добавляем. Остаемся здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Аккуратненько. Меняем поворот. Левая рука на поясницу. Вкручиваемся. Разворачиваем таз влево. Правая рука вдоль коврика. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Кто тут так умолит? Иди сюда. Теперь переходим к халасану. Плавно. Аккуратно. Естественно, мы эти позы пропускаем, если у нас ограничения. Фиксация в позе плуга. Руки можно собрать в замок за спиной. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И также в халасане. Пробуем делать скрутки. Голова остается на затылке. Шагаем ногами предельно в правую сторону. Вес на правое плечо. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Не делайте так, как это делают. Я, но у меня это вынуждено. Больше все-таки контроль веса на руках. Один. Два. Перси мой усложнитель. Три. Четыре. Пять. И плавно-плавно-плавно-плавно-плавно. Повозвращаемся. Стопы вместе колени в стороны. Супта-батха-конасана. И аккуратно, как толкая локтями пол, переходим в позу рыбы. Расслабляем шею. Прогиб в шее. Хорошее дыхание. Стягиваем лопатки к позвоночнику. И несколько дыхательных циклов. В грудном отделе. Аккуратненько возвращаемся. Ну, на этом будем заканчивать. У меня сегодня получилась немножко сбитая практика. Мне пришлось записывать этот урок аж в три подхода. Но я думаю, что качество от этого не пострадает. Благодарю вас за практику, за внимание. Напишите обязательно, как вам по ощущениям такой темп урока. Как отзывается ваш организм на скрутки, на наклоны, на боковые наклоны. На самом деле, мы их хоть и включаем в каждую тренировочную последовательность. Такие, чтобы глубокие наклоны и динамика, это, пожалуй, бывает нечасто. Поэтому самочувствие может быть, ну, своеобразным. Напишите, подпишитесь, порекомендуйте мое это видео. Или то, которое вам может понравиться своим знакомым. И будем прощаться. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До новых встреч.